Заботливый санитар. Слэш «Запретная любовь». Автор Яна Егорова. Читает Данил Крылов. Лука, молодой парень, ранее постоянно сбегавший из дома матери, большую часть детства, живший на улицах, устроился работать в больницу с санитаром. В эту же больницу попадает его младший брат, мальчик в искусственной коме. Ему требуется серьезная операция, на которую у матери-наркоманки нет денег. Лука работает на износ, чтобы спасти брата. В это же время из отпуска возвращается молодой перспективный хирург Генрих Вебер, немец по происхождению, прибывший в Россию по своим делам и временно практикующий в местной больнице. Медсестрички нашептали Луке, что Генрих имеет связи в Вене и может провести подобную операцию. Вопрос в том, что у медика скверный характер. Лука решает во что бы то ни стало уговорить Генриха спасти его брата. Глава первая «Эй, парень, не знаешь, как тут с хирургом поговорить? Мне не надо делать полное обследование или как у вас это называется? Я только с хирургом поговорить хотел. Мне эти ваши анализы уже тысячу раз делали. Какой в них смысл? Я просто хочу сделать операцию и все. За деньги, конечно. Ты же видишь, я могу заплатить». «Вердам ты счайзи». Как же достали эти умники. Я минут двадцать сидел в пустынном коридоре городской больницы и ждал свою очередь на ультразвук. Знакомая старшая медсестра, уже не раз проходя мимо, предлагала вломиться к ним и воспользоваться служебным положением, отодвинуть пациента, чтобы попасть на осмотр вне очереди. Я не поддержал эту идею. Остался спокойно сидеть на одном из четырех затертых стульев у стены и ждать, когда меня позовут. Планировал после отпуска немного вздремнуть в ожидании, но не тут-то было. Один из санитаров привел к этому же кабинету наглого, длинноногого парня, без конца тыркающего в свой телефон пальцем и требующего к себе хирурга. Я молчал. «Да, я работаю в этой больнице, но сегодня у меня выходной, и мне самому нужна помощь. В конце концов, пусть приходит в порядке очереди». Пока я пытался отвлечься на что-то другое, наглый пациент все больше и больше расходился, приставая ко всем из медперсонала, кто проходил мимо нас по коридору. До этой минуты меня никто не выдал. Теперь шанс испортить мне день появился у санитара, парнишке с взлохмаченными темно-русыми волосами на голове, который только что подвез к этому же кабинету своего подопечного, мужчину лет пятидесяти, с огромным фингалом под глазом и разбитой губой. «Так чё?» — не унимался богатенький мальчик с ростом баскетболиста, сидевший в двух креслах от меня. «Как тут у вас к хирургу попасть?» Санитар стрельнул рыжими глазами в меня, я же в этот момент почёсывал небритый подбородок и показал еле уловимый жест, приложив указательный палец к своим губам, попросил его тем самым не выдавать меня нервному пациенту. Мальчишка в зелёной одежде санитара, словно специально подчёркивавший выразительные лисе глаза, перевёл взгляд на возмутителя спокойствия. «Парень, как тебя зовут?» Баскетболист поднялся на свои длинные тощие ноги, открытые благодаря коротким спортивным шортам, и, подойдя к санитару, положил тому руку на плечо. «Лука», — терпеливо ответил работник нашей больницы, хотя его хитрая рожица, эти прямые густые брови, линия упрямого носа, гордый острый подбородок и высокие скулы выдавали в нём настоящего бунтаря. Мальчишка не так прост, каким пытается казаться на этой работе. Молод, но не прост. Я бы сделал ставку на то, что он первый задира в своём дворе. А эта белая кожа сводит его ровесниц с ума, заставляя поклоняться его ещё совсем свежей красоте. Молодой лебедь, не успевший расправить крылья, но его перья уже блестят на солнце, ослепляя всех вокруг. «Слушай, Лука, давай я тебе денег дам, а ты сведёшь меня с хирургом. Как его выбор?» Пациент нашей больницы притянул санитара к себе и бесцеремонно потрепал того по волосам. «Вам же гроши платят, а к вашему немцу не попасть. Я тебе денег дам и ему заплачу. Пусть только подлатает меня». Парнишка, сохраняя спокойствие, поинтересовался. «А вы сюда как попали?» «Чувак на регистрации посмотрел мои документы и передал меня вашим. Теперь уже час сланяюсь по коридорам, но я делал уже все обследования. Нет них никакого смысла, мне хирург нужен». «Если вас сюда направили, голос санитара даже не дрогнул. Значит, посчитали, что вы должны пройти полный круг обследования, в ходе которого они решат, нужен вам хирург или нет». «Эй, парень, ты меня не понял?» Пациент отстранился от Луки. «Я проходил уже все обследования. Ты это, что, денег не хочешь? Сколько я ещё буду очереди ждать на ультразвук? Мне быстрее надо». «Очереди все ждут. Вас позовут в том порядке, в котором посчитают нужным. Есть более срочные пациенты». «И сколько же мне ждать?» «Как получится. Иногда быстро, а иногда люди по пять часов ждут». «Бл***ь, нет, ты совсем тупой? Где тут руководство? Не хотите пускать хирургу? Тогда просто выпустите меня. Поеду в Москву. Какого хрена?» Пациент на своих ходулях рванул в сторону сестринского поста, вернув оставшимся в очереди мне и мужику на каталке с фенгалом умиротворяющую тишину. Санитар, который тоже не отличался крепким телосложением, его худоба и угловатость просвечивались через зелёную униформу, поправил капельницу у лежачего пациента. Я засмотрелся на его тонкие мужские запястья, ловко и привычно справлявшиеся с нутной работой. Эти запястья подстегнули мою фантазию, заставив незаметно для парня скользнуть взглядом по его фигуре. «Хотите, я принесу вам кофе?» Неожиданно для меня Лука склонился ко мне и быстро прошептал это предложение. Мои ноздри накрыли его запах. По-моему, я физически ощутил, как расширились мои зрачки. В этом запахе было слишком много лишней информации для меня. В нём слышались ноты дешёвого мыла, воды, терпкого дезодоранта от пота, собственно, оттенок самого ещё совсем юношеского пота и отпечаток сигаретного дыма. В этой больнице я работаю уже более трёх лет. Переехал в Россию из Германии. Образование и большую часть своего опыта работы хирургом получил именно там. А перебравшись в этот богом забытый российский город, получил титул самого молодого и успешного хирурга. Да, по сравнению с этим парнишкой я старик, но относительно своей профессии несколько за 30 это ещё младенец. А если ещё учесть, что на студента-заучку я совсем не похож, скорее на вышибалу из местного клуба, то... Однако, как выяснилось без лишних преувеличений, я в этой больнице оперирую значительно лучше остальных. Оттуда же вместе с этим титулом ко мне пришло всё остальное. Деньги, которые нередко согласны платить вот такие длинноногие пациенты, дети богатых местных и безграничное непоколебимое поклонение со стороны всего медперсонала и пациентов. Женская часть утверждает, что, ко всему прочему, я выгляжу как популярный актёр и, видимо, веря в эти свои утверждения, бегает за мной по пятам, мечтая, что я женюсь на ком-нибудь из них. Я со своими титулами категорически не согласен, но уже давно устал об этом говорить и всё больше замыкаюсь в себе, не вынося разговора о том, какой же я великолепный. Мой приёмный отец, Лотар Вебер, тоже был хирургом. Вот он был звездой, и мне до него ещё очень далеко. Он же приучил меня с детских лет к спорту и к тому, что мужчина должен следить за собой и за своим здоровьем. Но я уже понял, что в этом провинциальном городке спортивная мужская фигура, привычка хорошо одеваться и причесываться не раз в год, а каждое утро, является признаком божественной красоты. Единственное, чего не знают местные одинокие женщины, это то, что я не любитель слабого пола. Хотя это совсем не означает, что меня привлекают все подряд. Не нужно. Я процедил это сквозь зубы. Я не хотел хамить. Да, меня не интересует всё подряд, но этот паренёк заставил меня только что удерживать рот закрытым, чтобы откровенно не пустить слюну. Но спасибо, что не выдал. Нет проблем. Лука улыбнулся. Немного потрескавшиеся и раскрасневшиеся от хронического недосыпа усталости губы разъехались в стороны, обнажив при этом ряд белейших зубов. Его улыбка была идеальной. Крепкие белые клыки, не слишком крупные, не слишком мелкие. Что-то среднее. Настоящий идеал голливудской улыбки. Генрих. Дверь в кабинет позади санитара отворилась, и моя коллега Елена, фигуристая брюнетка с красным маникюром, выплыла наружу. Она распахнула голубые глаза, и дверь в свой кабинет. А я смотрю, в пациентах на очередь ваша фамилия. Вебер. Не поверила. Жаль, что заставила ждать. Заходите скорее. Лука, пока брюнетка говорила, шмыгнул в ее кабинет и вывез кровать с пациентом, который уже успел пройти обследование. А в другом конце коридора взвизгнул длинноногий парень. Вебер! Так это он? Так что ж этот скотина мне не сказал? Баскетболист трянулся к нам, а я в этот момент уже вошел в кабинет коллеги Елены. Дверь за мной автоматически закрылась на замок. Что, пациенты даже здесь покоя не дают? И Елена сочувствующе посмотрела на меня. Вы не волнуйтесь, он сюда не попадет. Отреагировала она на нервный стук ладони в ее дверь. Он сюда не попадет, пока я сама не открою. Ух уж эти пациенты. Совсем нас за людей не считают. А ведь мы тоже можем иногда болеть, да? Раньше я бы не отреагировал. Работа санитаров и состоит в том, чтобы ограждать хирурга от подобного рода неприятностей, а мне полагается руки беречь. И не важно, что я ростом сантиметра на два ниже того самого баскетболиста и гораздо шире его в плечах. Постоянно тренируюсь в зале и хожу в бассейн и могу с легкостью дать отпор любому. Я хирург, и это основополагающая истина. Но, услышав, как за этой самой дверью раздался звук удара чего-то кулака, чье-то лицо, не раздумывая стукнул ладонью по белой квадратной кнопке на стене, открыв тем самым себе выход в коридор. Дверь отъехала, и я выскочил с мыслью помочь Луке, которого долговязый мог покалечить, ведь он гораздо больше молоденького санитара. Но быстро понял, что там в моей помощи никто не нуждается. Баскетболист, скорчившись от боли и держась за левый бок, валялся на полу. Я отреагировал молниеносно. У пациента разбита губа, но это совсем не повод для подобного рода боли. «Каталку!» — крикнул куда-то в воздух, присев к баскетболисту и аккуратно осмотрев его. В минуту рядом оказались люди, и я, забыв про свои собственные боли, забрал нервного пациента к себе на время оставив мысли о заботливом санитаре в стороне. На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться, и вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы — тоже люди, они тоже хотят кушать, и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально, особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите, как минимум, автора и декламатора, купив лицензионную книгу. Продолжение следует...